электроскутер попал деревню электроскутер полностью собран и электроскутер наконец-таки начинает тестовые поездки ну я уже вам протестировал и показал на что способен литиевый аккумулятор но не рассказал в должной мере непосредственно про сам этот электроскутер потому что многие уже забыли откуда он да и новые зрители так скажем даже не в курсе что это за электроскутер откуда он взялся какие у него характеристики какая у него скорость максимальная и во сколько он не обошелся начнем по порядку данный электротранспорт покупался непосредственно в 2015 году в начале года то есть весной и непосредственно было еще на улице холодно и это предложение я встретил на авито просматривая рубрику электротранспорт чем мне понравилось данное объявление то что он на ходу то есть сел поехал и меня это подкупило ну и 10 тысяч рублей за то что вроде бы по пластику там было все целое только отсутствовали зеркала меня вполне устраивало объявление это я собрав денежку сел и поехал туда на такси его забирать но предварительно я взял с собой на всякий случай запасные аккумуляторы и кстати это я сделал не зря я не просто взял с собой аккумуляторы потому что откуда мне пришлось бы ехать своим ходом это расстояние весьма таки немалая поэтому чтобы подстраховать себя я зарядил аккумуляторы погрузил их в сумку и направился за электроскутером в общем приехала к человеку человек занимается ремонтом и восстановлением бензиновых скутеров и в общем него такое детище стоит во дворе но единственное что данный человек не даже не знал что подобные вещи хранить на улице тем более в мороз нельзя чему это привело а это привело к тому что аккумуляторы у него не заряжались нормально аккумуляторы некоторые вздулись некоторые даже по корпусу лопнули то есть аккумулятором был кирдык несмотря на то что была весна и аккумуляторы еще имели какую-то емкость несмотря на даже повреждения такие я все равно взял поставил свои аккумуляторы и столкнулся следующей проблемой которая возникла после зимовки а эта проблема во первых с низкой скоростью второе это проблема с ручкой акселератора но там было это все дело описано поэтому помимо аккумуляторов мне пришлось с собой взять ручку акселератора которая быстренько переустановил также при помощи шестиграника который с собой взял в общем поначалу это все дело было прекрасно и я даже согласился бы на то что вот это это проблема возникла да но до тот момент когда ты приобретал электроскутер было написано что он на ходу то есть и когда ты видишь по факту то что дохлые аккумуляторы тут уже ну стоит как бы задуматься но у меня такой подобный электроскутер уже был на 350 ватт 48 вольт я напомню новенький покупал из магазина у виктора и и данный электроскутер который я приобретал он мне по своим характеристикам по своим данным очень понравился то есть я его эксплуатировал уже на тот момент год начинал со второй сезон и мне захотелось как бы обзавестись новым скутером и тем более за такие деньги я считаю это достаточно неплохое приобретение когда ты покупал например за 20 чем-то тысячи рублей а тут тебе за 10 такой же предлагаю да только без зеркал и проблемы с ручкой но по факту получилось то что личинки вырваны из-за того что ключи потерялись но это кстати многие делают знаете потому что многие говорят от honda dio подходит также личинки поэтому стремитесь типа вырываете а потом вы всегда сможете купить и поставить нифига подобного если у вас потерялись ключи к сожалению от honda какой-нибудь или от suzuki у вас уже личинки не подойдут также выяснилось проблема которая заключалась непосредственно в подшипниках в колесах то есть пришлось еще подшипники искать но после того как я это все восстановил вопрос возник где взять аккумуляторы на тот момент аккумуляторы уже были по 5000 рублей за штуку это 20000 рублей только за 4 аккумулятора а это извините меня очень дорого и поэтому данный электроскутер несмотря на то что я восстановил очень долго стоял и ждал свой час в один прекрасный момент а именно в 2019 году в начале года я приобрел литиевый аккумулятор который как раз предназначался для этого скутера который я уже принял решение увести деревню и вот в деревне как раз мы сейчас тестируем его мы приехали специально на обычную улицу где машины выезжают из деревни и едут в ближайший населенный пункт и здесь немножко покатались также здесь есть вторые отрывки это уже в другую сторону в сторону соленого озера мы доезжали тестировали на дальность электроскутера и тоже там немножко покатались на электротранспорте нашим в общем я так скажу сами представьте электроскутер который я приобрел за 10000 плюс аккумулятор за 5 800 плюс ручка акселератора плюс личинка замка с ключами новыми плюс по мелочи восстановления пластика там на пару тысяч рублей и у вас получается где-то примерно опять-таки за 20 тысяч рублей электроскутер который на сегодняшний день имеет неплохие характеристики о них неплохие они заключаются только конечно же для прямых дорог то есть без подъемов без спусков это мне кажется весьма неплохо потому что на аккумулятор и литий 7 и 8 ампер часов не получалось проезжать каждый раз примерно 15-17 километров из этих данных вы можете сделать спокойно выводы сколько требуется электроэнергии на в закрытии одного километра то есть кому интересно вот кто может быстренько просчитать можете написать в комментарии какой получился расход большинство людей мне говорило что такого расхода быть не может что электроскутер живет больше сразу скажу что ребят моторы есть разные есть моторы тяговые они только при старте могут ждать десятки ампер но есть моторы которые высокооборотистые при старте такие моторы менее тяговые до более высокоскоростные имеет меньшую динамику и отсюда соответственно и расход у них будет электроэнергии поменьше но у них тоже есть ряд недостатков это в горку например вам будет сложнее на нем забраться чем на моторе который имеет большую тягу а также так как в деревне в этой в основном степи и дороги в основном грунтовые прямые этот мотор здесь просто как предназначен просто для таких условий я посчитал что это достаточно прикольное решение данной проблемы данные электроскутеры непосредственно для того чтобы они дома не стояли и не ждали своего часа да и аккумуляторы просто не умирали от старости до без езды мной было принято решение увести их деревню где мы смогли бы всей семьей ездить и за грибами и на речку и на какие-то озера в общем как-то дышать и свежим воздухом я вполне доволен мы семьей отлично провели это лето и на этом все до новых встреч до новых видео роликов всем удачи всем пока